В Казахстане будут поддерживать простаивающие предприятия. Новый проект сегодня презентовали представители Фонда национального благосостояния Самру Казана на форуме поддержки отечественных предпринимателей. Участие в Самру Казана на форуме принял и глава государства. Перед началом форума поддержки отечественных предпринимателей Самру Казана на форуме президенту презентуют проекты, которые сегодня успешно реализуют представители Фонда национального благосостояния. В прошлом году доля закупок у отечественных товаропроизводителей составила 83%. Это почти вдвое больше, чем было в 2019. Сегодня глава фонда предложил новый проект по поддержке простаивающих производственных предприятий. Если его одобрят, появится возможность заключать прямые договоры по закупу товаров для нужд компании. Предлагаю совместно с местными исполнительными органами сформировать перечень предприятий, испытывающих трудности со сбытом собственной продукции. Мы проводили предварительный анализ таких подходов по 37 предприятиям. По нашим расчетам, при их точечной поддержке, загрузка производственных машин увеличится с 35% до 85%. Будут восстановлены и создано более 3000 рабочих в месяц. Действительно, поддержка отечественных производителей как никогда важна именно сейчас, в период пандемии. Ведь это один из главных критериев сохранения занятости и экономического роста. Казахстанцам необходимо усовершенствовать инвестиционное и налоговое законодательство. По словам президента, заняться этим должны члены правительства совместно с Фондом национального благосостояния Самрук Казына и бизнесменами страны. К слову, важная роль квази-государственному сектору отводится и в таком моменте, как развитие отечественной промышленности. Компании, входящие в структуру Самрук Казына, работают в разных сферах. А это значит, что через фонд получить поддержку государства сможет практически каждый. Речь идет не только о закупках. Такая практика должна действовать по умолчанию. Следует смотреть шире. Требуется более эффективно использовать возможности совместных инновационных разработок. Создавать вокруг крупных предприятий фонда цепь добавленной стоимости. Помогать с инфраструктурой. Развивать человеческий капитал. Осваивать экспортные рынки. В целом, расширять горизонтальные и вертикальные связи с отечественным бизнесом. Со своей стороны, государство, правительство обеспечат привлекательный и удобный регуляторный режим. Предстоит усовершенствовать методику определения местного содержания. А доля отечественных товаров и услуг в госзакупках должна расти. Причем закупочный процесс должен быть максимально прозрачным на всех его стадиях. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Давайте признаемся в этом. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квази-госсектора, которые принимают такую продукцию. И надо признать, что это ощутимая угроза для нашего бизнеса. Она тормозит его развитие. Мы уже ввели соответствующую административную ответственность для субъектов квази-государственного сектора. Прошу правительство и фонд обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов. По итогам форума подписаны ряд офф-тейк договоров и стратегических соглашений на общую сумму 67 миллиардов тенге. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Отечественным предпринимателям доступ на зарубежные рынки облегчают преференции, предусмотренные крупными международными интеграционными объединениями, в частности ЕАЭС. Модернизация экономики стран-участниц, стабилизация обменных курсов национальных валют и цен, создание общего инвестиционного пространства, а также наращивание инвестиций. Это лишь часть задач, которые предстоит выполнить государством-участникам Евразийского экономического союза для реализации стратегии опережающего развития. Как еще страны будут сотрудничать в сферах здравоохранения, образования и туризма в ближайшие пять лет? Об этом сегодня рассказал эксперт Евразийской экономической комиссии Сергей Ткачук. Он озвучил несколько ключевых предложений. Необходим переход к системной политике развития экономики. И эта политика системной развития экономики должна все-таки строиться на основе смешанной стратегии опережающего роста нового технологического уклада. Как-то динамическое наверстывание в тех сферах, где у нас незначительное технологическое отставание. И догоняющее развитие в тех отраслях и в тех сферах, где мы безнадежно отстали. Больше 20 сотрудников Катон-Карагайской районной больницы в Восточном Казахстане добиваются выплат надбавок к заработной плате за 2020 год. В прошлогодний пик пандемии врачи и медсестры занимались реабилитацией 69 пациентов с COVID-19. Однако работа в опасных условиях, по словам медработников, так и осталась неоплаченной. Возмущенных врачей выслушал Вячеслав Витлугин. К встрече с журналистами врачи Катон-Карагайской районной больницы подготовили документы. В них только факты. В частности, списки медиков, перенесших COVID-19 до октября 2020 года. Периода, когда работа в опасных условиях дополнительно оплачивалась. Причем из 30 инфицированных в полном объеме надбавки к зарплате получили не больше 9 человек. Остальные уверены, заявки на выплату попросту не дошли до фонда социального медстрахования. У медсестры Гаухар Шейзадиной коронавирусом переболела вся семья. Говорит, случалось, что и на лекарства денег не было. Я заболела на рабочем месте. Болезнь проходила тяжело. Было поражено свыше 40% легких. Я посчитала, мне задолжали 2 миллиона тенге за работу в опасных условиях. Все документально подтверждено, но выплат не было. В общей сложности, по словам медиков, с ними не рассчитались за 3-4 месяца. Фильтр относится к третьей группе риска. Там должно в пятикратном размере платиться надбавка. Это где-то 212 тысяч. Но нам такую сумму не выплачат. Нам выплачивают вначале мне 39 из личного. Мы 39 выплатили. Потом в декабре 45 взяла. Денежные компенсации медработникам прекратили перечислять в октябре 2020-го. А с персоналом Катун-Карагайской районной больницы не рассчитались за весенние и летние месяцы того же года. Главный врач медучреждения теперь пытается объяснить причины невыплат. Результаты ПЦР-тестов заразившихся врачей из лаборатории пришли с опозданием. Поэтому мы не успели оформить все документы. А в октябре было уже поздно подавать заявки в фонд социального медицинского страхования. Согласно официальному ответу облздрава, время погашения денежных компенсаций упущено. Региональная комиссия, ответственная за подачу и корректировку списков получателей врачебных надбавок, фонд социального медстрахования уже расформировано. А дальнейший алгоритм начисления выплат может регулироваться лишь на правительственном уровне. Вячеслав Ветлугин, Лжас Кирихан и Жигир Бабаканов. Восточно-казахстанская область. Хабар, 24. В Казахстане резко подорожала недвижимость. В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 244 700 тенге за квадратный метр. Это на 5% дороже, чем в декабре. А в некоторых регионах цены выросли на треть. Например, в Уральске за месяц стоимость повысилась на 32%. В Туркестане на 20%. В столице на 10%. Самый низкий рост зафиксирован в Утырау, Кустана и Актау. Здесь не более 3%. Рост цен на недвижимость повлек за собой, пусть и незначительное, но повышение оплаты за арендное жилье. В январе за съем квартиры арендаторы стали платить больше почти на 3%. Такие данные распространило Бюро национальной статистики. Почему в Казахстане растут цены на жилье и что нам ждать завтра, Сергей Корняков расскажет. В программе Актуально. Вопреки всем прогнозам, в Казахстане продолжают расти цены на недвижимость. Только за январь стоимость первичного жилья выросла на 3%, вторичного сразу на 5%. За год квартиры подорожали еще больше. О ситуации и ожиданиях на рынке недвижимости расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. Итак, цены на квартиры увеличиваются рекордными темпами, особенно на вторичное жилье. В 2020-м такая недвижимость подорожала сразу на 18%. Рост стоимости значительно опережает инфляцию. По данным экспертов, жилищный рынок по традиции в феврале активизируется. В это время после недолгого затишья растет количество сделок купли-продажи. Вслед за повышением курса доллара владельцы корректируют стоимость своей недвижимости в сторону повышения. Очень редкие продавцы, кто прислушивается к мнению специалистов и реально относятся к ценообразованию своей недвижимости. Остальные своими действиями обрекают недвижимость на долгосрочную экспозицию. С января 2012 года новое жилье в Казахстане подорожало на 84%, вторичное на 112%. Авторы телеграм-канала Тингеномика причиной последнего роста цен называют реформу пенсионной системы, позволяющей теперь гражданам использовать свои накопления для решения жилищных вопросов. Эксперты прогнозируют, что ожидания удорожания недвижимости могут формировать пузырь, когда фактическая стоимость квартир будет превышать ее справедливую цену. Формирование подобного пузыря на рынке недвижимости, помимо остального, имеет один существенный негативный экономический эффект в контексте проведенной реформы пенсионной системы. Заключается он в постепенном сокращении реальной покупательской способности большей части населения на рынке жилья. Из-за этого, по мнению экспертов, большинство населения все же не сможет улучшить свои жилищные условия. Собственную квартиру теперь будет купить сложнее людям, у которых недостаточно пенсионных накоплений для их использования. В свою очередь, другие эксперты увеличение цены на недвижимость назвали спекулятивным и прогнозируют снижение стоимости в ближайшие месяцы. Корректировка в сторону повышения может происходить в неизмеримом временном промежутке, но по большому счету покупатель не купит переоцененное жилье. К лету приедем к стабилизации. Цены могут снизиться до 15% максимально. Ожидаем, что стоимость жилья обретет свой реальный индекс, так как на первичном и вторичном рынках оно переоценено. Стоит отметить, что предыдущие подобные прогнозы о снижении стоимости недвижимости не сбывались. Квартиры продолжали дорожать. На этом фоне президент Касым Жомар Токаев поручил сдерживать ажиотаж и цены. Это актуально. Квартиры, выданные казахстанцам с инвалидностью по госпрограмме, не соответствуют требованиям. С таким заявлением сегодня выступил сенатор Нариман Турегалиев. Отмечу, жилищные стандарты утвердили еще в 2018 году. К примеру, ширина дверных проемов, балконов и лоджий, а также площадь туалета в квартирах должны быть больше. В своем запросе Турегалиев потребовал повысить качество жилья. Ежегодно государство предоставляет около 800 квартир людям с особыми потребностями. В рамках социального кодекса, который разрабатывается в соответствии с поручением президента, во-первых, необходимо разработать закон о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, в целях обеспечения людей с ограниченными возможностями доступным жильем, необходимо внести изменения дополнения в закон о жилищном строительстве, изучив международный опыт. В-третьих, необходимо контролировать планирование проектно-сметной документации на новое жилье местными исполнительными органами в соответствии с требованием правил уполномоченного органа. Сенаторы также рассмотрели ряд готовых законопроектов. В частности, на пленарном заседании одобрили проект об использовании атомной энергии. Документ отправили на подпись главе государства. При этом на доработку отправлен законопроект о дипломатической службе. Депутаты предлагают скорректировать понятие ветеран дипломатической службы и пересмотреть перечень тех, кто входит в эту категорию. Также сенаторы считают, что необходимо запретить сотрудникам посольств и членам их семей и пользоваться дипломатической почтой для личных целей. Документ совершенствует и регулирует правовую базу дипломатической службы страны. Проект также включает нормы, направленные на социальную поддержку ветеранов дипломатической отрасли. Надеемся, принятый закон повысит эффективность работы дипломатов. Жители новых социальных домов в Байдвекском районе Туркестанской области жалуются на отсутствие газа и протекающей крыши. Новоселы уже обращались в Акимат с просьбой решить проблему, но результата пока нет. Рауль Габитов разбирался. Эти дома три года назад построили в рамках государственной программы. Живут здесь многодетные и малообеспеченные семьи. Для каждой из них жилье стало долгожданным. Все бы ничего, вот только качество строений вызывает вопросы. Потолки, например, уже протекают. Наш дом построен некачественно. Во всех комнатах протекают потолки. Пусть нам отремонтируют крышу. Еще одна проблема – газ. Социальные дома практически единственные в округе, не обеспечены голубым топливом. Нынешняя зима выдалась холодной. Людям пришлось греть жилища по старинке, топя печи. Когда разрабатывали проект газификации районного центра, этих домов еще не было. Поэтому в генеральный план они не вошли. Но мы готовим проектно-сметную документацию и постараемся подключить жителей этих домов к газу в течение нынешнего года. Кроме того, в Байдыбекском районе намерены подключить к голубому топливу еще два населенных пункта. Пообещали в Акимате организовать и проверку по качеству домов. Если нарушения выявят, застройщика обяжут провести ремонт. Усть-Каменогорские дорожники не справляются с последствиями непогоды. После обильного снегопада в городе резко потеплело, а потом вновь ударили морозы. В итоге улицы превратились в каток. Качество очистки дорог решили проверить и представители антикоррупционной службы. Вместе с ними в рейд отправилась и наш корреспондент Анель Есенбертина. На улице Мызы в Усть-Каменогорске этот проезд один из самых сложных. Машины тут буксуют буквально каждые пять минут. Чтобы объехать полосу препятствий, водители выезжают прямо на тротуары и создают угрозу для пешеходов. Между тем в этом районе расположена школа, больница и детский сад. Айнур Бабаева как раз идет забрать детей. Многодетная мама уводит сюда сразу троих сыновей, делится, переживает за их безопасность. Вот сами видите, вот состояние дороги, сейчас гололед еще начался. И с тремя детьми в садик зайти очень даже опасно, можно сказать. Боишься, вот вдруг что-то упадет, там сломает что-то себе и машины там. Если водитель не справится с управлением, последствия могут быть непоправимые. Беспокоятся родители и жалуются в социальных сетях. Поэтому сюда в первую очередь и отправились представители антикоррупционной службы. Подрядчики не скрывают, ситуация непростая. А деньги выделяются на межквартальные проезды обычно только к весне. Но дожди в этом году начались уже зимой. Несколько дней тому назад прошел дождь, ливий, можно сказать. Снег растаял. Вот вчерашнего дня 20 градусов мороза. Поэтому вот такая голимая леда образовалась на проезжей части. Вот в межквартальных дорогах. А дороги везде открыты, вот в межквартальные проезды в таком виде. Сегодня запланировано, техника выйдет, очистится. Причем справиться с такой наледью и колеей могут только грейдеры. Их у коммунальщиков 30. Техники хватает не на все участки. Причем не только в гололед, но и в снегопады. До этого в поселке Миновное мы также выезжали. Там после обильного снегопада были неочищенные улицы полностью. Ни тротуаров не было, чтобы люди ходили. Людям приходилось, подвергая свою жизнь опасность, ходить по тем же улицам, где проезжают машины. Но рейды уже доказали свою эффективность. После прошлого в Миновном улицы очистили сразу. Теперь на очереди мызы. Только жаль, что на проблемы коммунальщикам приходится буквально указывать пальца. Анна Лисенбертина, Жигирь Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Круг подозреваемых по коррупционным делам в отношении Акима от Алгарского района и руководителя управления образования Алматинской области может быть расширен. Уголовная ответственность грозит еще ряду должностных лиц. Об этом сегодня на брифинге сообщили представители антикоррупционной службы региона. По их словам, продолжаются досудебные расследования. Антикоррупционщики также представили видео задержаний подозреваемых. Напомню, Акима, его заместителя и руководителя отдела ЖКХ, обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов тенге за подписанные акты выполненных работ. А вот глава Облано и заведующий Центром информационных технологий проходят по делу получения 37 миллионов тенге. В рамках уголовного дела будут расследованы все обстоятельства, объективные и всесторонние. А также в ходе досудебного расследования могут и быть привлечены другие лица. Это уже будет известно по окончанию и принятию окончательного процессуального решения. В Павлодаре задержали студентов за подделку служебных удостоверений. Стражей порядка заинтересовало объявление в социальной сети об изготовлении и реализации документов. По официальным данным, незаконный бизнес молодые люди развернули на дому. Они подделывали удостоверения сотрудников полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 части 2 Уголовного кодекса Республики Астан. У данных лиц изъяты процессоры, принтеры, кроме удостоверения готовых, изъяты яблочки к удостоверению красного цвета. По данному факту назначена экспертиза. В Кустанай накрыли подпольное казино. Игорное заведение незаконно работало в помещении спортбара. На момент появления там оперативной группы за столами находились посетители. Организатору игорного бизнеса теперь грозит уголовная ответственность. Как сообщили в департаменте по экономическим расследованиям, в прошлом году во время оперативных мероприятий «Стоп. Игра» выявили два подобных факта. В частности, в данном заведении проводились азартные карточные игры с использованием специального игрового оборудования. В настоящее время по указанному факту ведется досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Казахстанским водителям аннулируют штрафы за отсутствие при себе документов на автомобиль, но при условии, что они не были уплачены до 13 февраля. Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, правонарушители должны написать соответствующее заявление в полицию. После проведения проверки дело будет прекращено. Все это часть нововведений в законодательство, позволяющее уже с этой субботы управлять машиной, не имея при себе прав и техпаспорта. Алматинку спасли от ампутации ноги. Причем почти все хирурги города предлагали радикальный метод, как единственно возможный, после которого передвигаться можно было бы только в инвалидной коляске. И лишь один врач восстановил кровообращение стопы и подарил возможность вновь безболезненно ходить. Анастасия Валикжанина с подробностями. Куляш Сагандыкова страдает сахарным диабетом второго типа. И как осложнению, у 78-летней женщины развилась гангрена пальца на правой ноге. Дочь пенсионерки Бота Сагандыкова побывала у многих хирургов. Ответ был везде неутешительный. «Зачем мучиться? Ампутируйте сразу ногу», – советовали они. Дочь в отчаянии стала искать других специалистов через соцсети. И откликнулся единственный врач, который решил помочь пожилой маме Боты сохранить ногу. «Два месяца назад мне провели операцию. Спасибо большое моему врачу, который спас мне жизнь. Сохранил ногу. Сейчас я два раза в неделю приезжаю на перевязку. У меня наладилось кровообращение. Нога перестала мерзнуть». Пациентов с ишемией нижних конечностей очень много, говорят врачи. Люди иногда даже не знают, что с таким заболеванием нужно обращаться к сосудистому хирургу. Именно этот специалист будет бороться за каждый сантиметр ткани. Поскольку куляж Сагандыкова попала к врачу уже с некрозом, а это необратимый процесс, ей провели органосохраняющую ампутацию. Удалили только тот участок, где развивалась гангрена. «При сахарном диабете идет поражение артерий малого и среднего калибра. Эти артерии, как правило, приобретают такой плотный характер. Их очень трудно ушить, их очень трудно открыть. Благодаря нашим еще эндоваскулярным хирургам, нашей команде получилось открыть эти сосуды хотя бы так, чтобы кровоснабжался частичный сосуд, стопа». В Национальном научном центре хирургии имени Сызганова проводят больше 150 таких операций в год. Они входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Анастасия Валикжанина, сержант Джумабаев, Алматы, Хабар-24. Сложные хирургические операции смогут проводить уральские офтальмологи. Теперь пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и различными травмами глаз не обязательно обращаться к столичным врачам или ездить в российские клиники. В городе начали проводить витриоретинальные операции. По словам специалистов, более тонкой и ювелирной техники в хирургии еще не существует. Специальное оборудование установили в одной из городских клиник. Здесь будут оперировать и в рамках программы социального медстрахования. Первые операции врачи провели под руководством специалиста казахского НИИ глазных болезней. «Сама технология достаточно новая. Не так давно эти операции начали выполняться. Сам инструментарий очень меньше, чем даже микрохирургический. То есть все инструменты очень маленьких размеров, они буквально одноразовые, в диаметре меньше 1 мм, где-то на уровне полумиллиметра. Я думаю, это большой шаг для медицины региона». «Внедряем витриоретинальную хирургию, которая является высокотехнологичной, высоко специализированной хирургией на стекловидном теле, сетчатке глаза, зрительном нерве. Заболевания – это отслойка сетчатки, различные кровоизлияния, стекловидное тело, диабетическая ретинопатия». В Западно-Казахстанской области проводят аэрацию водоемов. В реках нужно насыщать воду кислородом, чтобы спасти рыбу от гибели, отмечают специалисты. Основная причина заморов – дефицит растворенного в воде кислорен. На помощь сотрудникам рыбной инспекции пришли волонтеры. Подробности в сюжете. Лед на Деркуле не меньше полуметра, а бурить лунки нужно при толщине больше 10 сантиметров. На гектар для зимовки рыбы нужно не меньше 10 лунок и 5 прорубей, рассказывают специалисты. Вот только людей мало, да и техники почти никакой. Спасать рыбу помогают волонтеры. «Где-то время есть, бывает, там выезжаем, постоянно стараемся помогать рыбинспекции. Я любитель на удочку посидеть, на спиннинг, порыбачить. Так вот это помогаем, выезжаем всегда». «Мотобуров» у нас нет ни одного. Это только благодаря волонтерам и небезразличным к нашей природе гражданам. Было порядка 15 районных инспекций и около 150 человек работало. Сейчас именно данным вопросом занимаются 8 инспекторов. «По всей области?» «По всей области, да». Между тем бурения лунок недостаточно, считают их теологи. Арендаторы водоемов ставят не только ветровые, но и электрические аэраторы. В этом зимовальном пруду около 15 тонн молоди карпа, толстолобика и амура. «Работают только от ветра. Помогают размывать во льду полыньо для того, чтобы вода обогащалась кислородом. Помогает для рыбы. У нас сюда подается еще вода насосами. Прокачивается по времени. Мы качаем где-то один час в день. Ну и тем самым мы спасаем эту рыбу за зиму, чтобы не было замора». «Зима началась рано. Снег выпал рано. Снега много. Снег давит на лед. Вода выступает на лед. Заморы по области начались еще в декабре месяце. Ну, на мелких водоемах особенно. На речках на маленьких. «В Джангалинском районе я точно знаю, что было. Потому что, во-первых, там не было воды летом, осенью. Озера практически высыхали. На Деркуле был замор. Особенно выше там зеленые, расташи, ну, белес». Из 200 водоемов области в аренде участников всего 30. Из-за обмеления рек и озер опасностей замора рыбы больше. Поэтому помощь волонтеров сейчас нужна особенно. Потокос Базарбаева, Балатшар Лгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. В Шемкенте из-за обильных осадков специалисты ежедневно мониторят реки и водохранилища. В департаменте ПЧС сообщают, что возможно повышение уровня воды. Проблемные участки на контроле. Ситуация пока стабильная. Особое внимание к рекам Бадам и Сарамсу. Есть населенные пункты, которые расположены рядом с ними. Там постоянно проводятся береговые укрепительные работы. На территории мегаполиса имеется 4 водохранилища, 3 реки и более 30 каналов. Сейчас все специалисты перешли на усиленный режим работы, чтобы не допустить опасной ситуации. Постоянно обновляются данные по запасам снега в горных районах. Сейчас идет больше осадков и в Туркестанской области, и в горах осадка больше, и снега больше. Из-за этого есть опасения, может в реках увеличиться уровень воды. Силы и средства департамента вредны на усиленный вариант лечения службы. Подготовлена мобильная группа из 100 человек, 30 мотопомп и 580 мешков с песком. Покататься на лодке и собрать мусор. В столице Австралии все чаще можно увидеть отдыхающих с мусорным пакетом, мисочком в руках. Это участники экотура. Они катаются на лодках и делают доброе дело. Собирают мусор. К слову, такие экотуры появились несколько лет назад, однако популярности не обрели во время эпидемии коронавируса. Организаторы туров объясняют это с желанием совершить пусть и небольшое, но путешествие. Отмечу, по данным Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ежегодно в океан попадает до 8 миллионов тонн пластика. Уже к 2050 году, по оценкам экспертов, в океане будет больше пластика, чем рыбы. Особенно популярны наши туры стали именно во время эпидемии коронавируса. У нас было много желающих принять участие. Я думаю, все это из-за того, что сейчас люди не могут путешествовать и ищут, чем заняться. Кроме того, что они собирают мусор, они могут насладиться прекрасными видами и свежим воздухом. Ну и в продолжении темы рыбы, сразу после новостей смотрите программу «Проверено». Я отправилась на этой неделе на рынки столицы, чтобы узнать, кто и как проверяют рыбу. Что мы едим на самом деле. Это интересно, не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова